Всем привет! Я гуляю по парку. Парк называется Willers Farm. Я здесь частенько бываю по воскресеньям, приезжая на ярмарку на фермерский рынок. Но вот сегодня вечер, я решила так просто погулять, расслабиться немножко. И вот сюда приехала. И тут столько народа. Ну, так тоже можно на людей, как говорится, посмотреть. Здесь такой красивый старинный амбар. Такая симпатичная лавочка. Вот. А я пойду сейчас круги нарезать. Вот там какая-то большая группа людей. По-моему, это мексиканцы. С семьей собрались, песни поют. Наверное, что-то день рождения отмечают. А вот там дальше, около амбара, это же как бы здание для проведения мероприятий. И вот там сегодня свадьба. Народ собрался. А вот там кто-то день рождения отмечает. Столы у них накрыты. Так они скромненько. А так часто люди собираются в парках, накрывают столики или... Ну, как правило, столики накрывают и отдыхают семьями. Много народа сегодня, ребятишек много. И вот этот амбар, он так внутри красиво сделан. Я фотографии видела. И там можно проводить свадьбы и другие мероприятия. Люблю это место. Здесь много живности. Если кто живность любит, на них смотреть очень так приятно. Расслабляет. Я тут вот, я читала комментарии мои недавние. Меня спрашивали по поводу права. Как с правами обстоит дело в Юте. Ну, в Юте, вот я когда сюда приехала, у меня были права датские. И мне можно было с ними... Я же не помню точно сколько месяцев. На какое-то время ты можешь ездить с международными правами. Но потом нужно их менять. По-моему, не более шести месяцев можно с чужими правами ездить. Потом их нужно обязательно менять. И я сдавала на права. Так как у меня права уже были, мне можно было сдавать, так скажем, с открытой книгой. С подсказками. То есть все те же вопросы. Но у меня была книга с собой. И я могла спокойно посмотреть ответы. Но при этом вождение все равно я сдавала. Также я проехалась. Меня попросили припарковаться параллельно. Параллельно и перпендикулярно, как говорится. Ну, так, в общем-то, несложно было. Я уже на тот момент, конечно же, машину водила. И поэтому проблемы этой не было. А так, да, на права нужно сдавать. Причем, если вы переезжаете из штата в штат, то через какое-то время, тоже, по-моему, шесть месяцев, нужно поменять права на тот штат, где вы находитесь. Во-первых, в каждом штате права... Ну, вернее, правила не чуть-чуть отличаются. Не сильно, но немножко. Там может быть одно-два правила других. Поэтому они просят, чтобы люди меняли права IP. И, ну, пересдавать, наверное, не придется. Но поменять придется. Ну, или, по крайней мере, спросят, чтобы вы с открытой книгой перестали. Здесь вот такая у них речушка, ручеек течет. И он иногда пересыхает, иногда более активный. Вот весной вот это все дело покрыто водой. То есть он достаточно широкий. А вот сейчас сухо. Хотя у нас дождь позавчера шел, но он так побрызгал, можно сказать. И вот все, что осталось. Дальше он тоже течет дальше. Приятная вот эта ферма. Такая она какая-то непринужденная. Есть места, где совсем все заросли. То есть в диком виде. А есть местами, вот как там сзади, там бар, видно отсюда. Там газончики. Все цивилизовано. Закат. Так стало не жарко. Хорошо у нас жарища стоит уже месяц невыносимая. Бутылочка воды с собой. Она это звуки издает. Так что все равно на права сдавать нужно. Но, конечно, проще, если они у вас уже есть. То тогда их просто меняют. И как бы, ну, меняют с пересдачей. И зачастую это, наверное, все-таки с открытой книгой. Совсем, в общем-то, легко. По-моему, на русском тоже можно сдавать. Я сдавала на английском. Не, не нужно было сдавать на русском. Я точно не знаю, но, по-моему, можно. Кто меня еще спрашивали, меня частенько комментируют, спрашивают по поводу вегетарианской пищи. Все правильно в Америке, спрос на это большой. Соответственно, предложение тоже. Практически в каждом ресторане, в каждой забегаловке есть что-то вегетарианское. Вот я вчера была в кафе, Шамбулан называется, это на авеню, в центре города Салт-Лейка находится. И вот там они прям, у них много вегетарианских блюд, прям целое меню вегетарианское, можно сказать. Вот если кто здесь живет и такую пищу предпочитает, то там очень хороший выбор. Я как бы ем все, поэтому, хотя, вегетарианское периодически тоже можно есть, неважно кто-то вегетарианец, не вегетарианец. Как говорится, больше овощей, меньше мяса. А вот этот боярышничек еще не поспел. Он, наверное, к тому моменту, как поспеет, его уже склюют птички. В русском магазине, кстати говоря, они продают сухой боярышник, но он сколько там, 4, что ли, доллара такая. Ну, может быть, 2 трети стакана глядит на меня барашка. Барашка, да, пья. Ой, вообще этот вопрос, органики, неорганики, тоже вот такой вопрос. Меня там частенько маятит. Ну, потому что я периодически там по магазинам хожу, я постоянно говорю, органик, органик, органик. Ну, в Америке что такое органик? Это все, что выращено без употребления традиционных пестицидов. В органическом фермерстве они также используют химию, но она, эта химия, как правило, идет не токсичная. Хотя и на эту тему есть тоже различные дебаты, что там есть такие препараты, которые тоже токсичные, но их все равно разрешают использовать. Опять же, чтобы твой товар можно было назвать официально органик, и на нем был этот, ну, значок органик, ты должен пройти определенные проверки и соответственность стандарту. То есть, и вот в Америке есть такая, USDA называется, это вот эта вот стандартизация. Если ты проходишь этот сертификат, то твои товары могут называться органическими. Это как бы самый главный считается такая стандарт. И если такой значок есть, USDA, то есть это 100% стандартно. Но опять органик. То есть, опять по этому стандарту все, что они позволите, все, что позволительно, и назвать это органик. Вот. Ну, а то, что выращивается там на чем-то заднем дворе, они принесли, сказали, вот органик, ну, во-первых, ты точно не знаешь, это тоже все на доверие. Вот. Органик, это не значит, что без использования каких-либо совершенно удобрений или без использования вообще ничего, это не так. В органике также используются гербициды всевозможные, но они идут более натурального характера. То есть, в природе же есть, допустим, вот мы выросла, я знала, что табаком посыпают определенные культуры, чтобы их не ела мошкара. Ну, это герпицид, ну, вернее, это не герпицид, это пестицид получается, как бы, но, тем не менее. То есть, как бы, прибегают к более таким натуральным методам садоводства. Яблонька. Не знаю, куда они эти яблоки девают, наверное, лошадям кормят тем же самым. Мелкие яблочки. Здесь многие американцы есть, которые, конечно, тоже, вот они, у них во дворе, допустим, будет яблоня, а они яблоки есть не будут, будут покупать в магазине. Ну, не все, но есть такие тоже. В Европе таких много было людей, я знаю. Тоже так же. Куча будет яблок всяких, они будут покупать в магазине, вместо того, чтобы сорвать у себя же в огороде съесть. Мелкие, кажется, яблочки. Мне-то в бутылке вода болтыхается, наверное, слышно. А птички, птички. Там тамада, слышу. Ведет праздник. Красивый сад такой классный. Как-то все так непринужденно растет. Здесь сейчас такая мода пошла тоже именно делать сады, чтобы они были, выглядели, словно все так само выросло. А не специально посажены. Большой лес. Вот эти здесь в Юте часто можно увидеть красивые такие мелкие дикий подсолнечник. Не знаю, как он правильно называется на английском. А вот здесь, я так поняла, растут только цветы, которые растут, которые местные в нашем районе. Тоже красивые какие. Ой, сказка просто прелесть. Цветочки. Маки уже отсвели. Это я точно знаю. Ну, вот тоже что-то типа хеноцей, наверное, очень похоже. Прелесть. Очень красивые цветы. Вот тоже классно как. Прелесть просто. Пчелки летают, опыляют, все это. Там много барашек, овечек. Здесь даже можно посидеть при желании. Отдохнуть. И вот, собственно говоря, кто-то и сидит, отдыхает уже. С ребятней гуляют. Красиво так этот амбар на закате. Сторого смотрится. Пойду в обход. Обойду немножко. Ну, тут я, гляжу, народ собрался на свадьбу. По-моему, за около тысячи долларов стоит снять вот это вот помещение. Пошла немножко, чтобы там не мешаться. Тем, кто отмечает свадьбу. Вон их там народ. Туда-сюда бегает. И тут я, гляжу, они приготовили арочку делать фотографии. И часто вот в таких арках стоит жених с невестой, и они принимают подарки от костей. Прям прохладненько становится, наконец-то. Прям, хоть есть чем дышать. Какая интересная работа. Сова. Совенок. Там домик. И фермер. Вон там маленький домик. Тоже симпатично. А тут у них еще одна грядка. Огородик. Ну да, они отдают все это в благотворительность. Красиво как. Ну да, это, наверное, хиноцея. Тут у нас что? Что-то типа хрена или редьки? Хрена или редьки не слаще. Как говорится, это я не знаю, что такое там дальше. Фенхель, может быть. На укроп похоже. Это не укроп. Капуста. Тут что у нас, не знаю. Клубничка. Но она уже должна была вся отойти, клубничка. Там, вот я гляжу, они с гитарами сидят. Помидорки, огурцы. Дальше там капуста пошла. В общем, всего понемножку. Вот так здорово сделано. Классно. Рычаек. Вот ребятня любит сюда залазить в такие штуки. Ладно, хоть сообразили, что-то такое интересное сделать с этих деревьев. Не просто так их убрать. Все-таки что-то интересное сделать. Ну, вот так вот. Немножко я погуляла. Вон там еще один огород. Сейчас я там смотрю, что у них растет. Ну вот, а фермерский рынок, он проходит как раз-таки здесь, на этой площадке. Помидорка. Ну, это как это? Комьюнити гарден? Гарден называется. То есть, как коммунальное хозяйство. Ну да, фасоль. Фасолька. Это вот что? Это не знаю, что. Не уверена. Это у нас чарль. Картошка. Где колорадский жук? Не вижу жука. Тут у нас что? Келл. Капуста растет. Тоже здорово. А там фасоль. Фасоль и кукуруза. Вот так вот. Ну вот. Кулычок хороший. Вот так вот посыпано стружкой, чтобы не росли всякие травки ненужные, как их, сорнячки. А также, чтобы защитить земли от пересыхания. А вот это идет дриперегейшн, это называется. То есть, подводятся такие трубки. И практически к каждому кусту вот такая идет пипочка, как говорится. И когда идет полив, то есть поливается у каждого корня, грубо говоря. То есть, не используется лишней воды. Очень даже удобно. Вот. И не нужно самому поливать. Ни с шлангом, ни с лейкой. Это очень удобно. Достаточно просто. И вот я гляжу, все у них как бы больше вертикально идет. Вот тоже придумано, как хорошо. Просто протянута сетка. И она, помидорка, сама как бы в нее цепляется. За эту сетку цепляется. И не падает. Вот. Очень удобно. То же самое со всем остальным. Достаточно удобно. Да, вот они шланги везде эти. Они, кстати говоря, не очень дорогие. Это вот, кто любит заниматься садоводством, это все можно купить. Вот. И, в принципе, сделать очень даже удобно и легко что-то выращивать. Ну, вот там дальше большая детская площадочка идет. Вообще, хороший парк. Это вот вся эта территория получается такая обустроенная. А вот туда дальше, через мост, если пройти, будет дикая природа, можно сказать. Такой лесок. Многие там любят гулять с собаками особенно. Вот так. Ну вот. Наверное, закругляюсь. Всем хорошего настроения. Счастливо. И пока-пока. Красиво. Закат. Такие яркие краски. Много людей здесь, конечно. Кто... Блин, параде, что называется. Кто так. По-всякому. Ой, здорово. Красиво. Красиво. Ну, вот так вот. Всем хорошего настроения. И пока-пока. Пока-пока. Субтитры сделал Dimaaii. Спасибо.